Инструменты модификации Как работает такой инструмент? Давайте создадим какую-то поверхность. Инструмент сам выглядит в виде пластинки с красной стрелкой вверх. И если мы нажмем инструмент и подведем его к поверхности, обратите внимание, что мы не выделяли до этого поверхность, а просто подвели. Можно, конечно, и выделить, но так даже быстрее. Подвели, поверхность покрылась сеточкой таких черных точечек. Это означает, что можно работать с этой поверхностью. Я инструмент подвел, щелкнул по этой поверхности и потянул за собой. И далее щелкаю там, где необходимо окончить вытягивание данного элемента. Ну, еще раз напоминаю, пока мы все говорим и делаем без размеров. И вот смотрите, что из плоского контура у нас получился кубик. Получился кубик, объемный элемент. Основание может быть любое. Вот если мы возьмем и, например, начертим какую-то сложную такую фигуру на плоскости. Вот так и, допустим, так. И применим инструмент тяни-толкай, то получим вот такой сложный объект. Это может быть, например, окружность, да, точно так же. Можем ее выделить и вытянуть, да. Получается цилиндр и много-много других элементов. У этого инструмента, ну, это очень важная такая функция. Менять из плоского в пространственный объект любой замкнутый контур. При этом надо иметь в виду, что любая поверхность, мы можем нарисовать контур, она будет вытягиваться в направлении вверх или вниз. Мы можем сделать вот так, например, раз, опустить его ниже. Второй важный момент, который нужно помнить, это то, что поверхность криволинейная, видите, она не вытягивается. Вытягивается только такая поверхность. Вот я выделил и вытянул ее в сторону. Выделил, вытянул в сторону. Криволинейная не вытягивается. То есть инструмент работает в таких плоских поверхностях. Вот это такие важные особенности этого инструмента. С помощью этого инструмента можно решить множество разных задач. Ну, давайте мы с вами посмотрим, какие задачи можно решить с помощью этого инструмента. Например, я на гранях кубика нарисую линии. Нарисую линии. Затем возьму резинку и сотру лишнее. И видите, у меня получилась какая фигура. Могу еще добавить здесь, например, что-то нарисовать и вдавить, выдавить внутрь. Вот получился такой результат, такая деталь. Давайте еще несколько деталей сделаем, чтобы посмотреть возможности инструмента тяни и толкай. Или вдавить, вытянуть. Например, я могу сделать деталь вот такую. Да, скажем. И она имеет две поверхности на разном уровне. Вот я сделал две поверхности. На одной из поверхностей я сделаю отверстие. И выделил. И видите, если оно поторопило само в эти, то выделил. И указал, докуда выталкивать нужно это отверстие. Вот оно получилось сквозное. Ну, точно так же можно сделать, например, отверстие сквозное или любое другое несквозное на этой поверхности. Нажимаю, сдвигаю и получаю такую выемку. Можно так же рисовать различного рода криволинейные детали. То есть, что я имею в виду. Вот смотрите, мы имеем кубик. И на поверхности кубика я нарисую с помощью дуг, там, какую-то там такую, получится у меня, фигура. Ну, например, так. Допустим, вот так пускай будет. И дальше соединю прямой линию. Вот так, скажем. Теперь я могу взять инструмент тяни толка и выдавить его. И видите, получилась какая сложная криволинейная фигура. То есть, практически любые геометрические формы мы можем получить с помощью этого инструмента. Еще раз напоминаю, что для работы необходимо создать, что контур плоский. И этот плоский контур дальше вытянуть необходимого размера. Кроме того, что нужно помнить, что можно выдвигать и задвигать только плоские поверхности. Вот это основной такой инструмент для модификации поверхностей. Существуют и другие, да. Ну, о них мы уже познакомимся в следующих роликах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok